Библейский портал экзегет.ру представляет 15-й псалом для библейского портала экзегет читаю русский перевод библейского общества, переводчиком был Селезнёв. Ну и, конечно, вот 15-й псалом, он такой довольно необычный, да. 14-й нам задал вопрос, кто праведник, и ответил на него тот, кто ведёт себя честно по отношению к себе самому и доброжелательно по отношению к другим людям. Вот как будто даже необязательно верить особенно в Бога, но вера в Бога имеется в виду, она проявляется в действиях и поступках человека. И вот в 15-м псалме псалмопевец, а он имеет подзаголовок «стыхотворение Давида», да, то есть лирический герой, скорее всего, Давид, вот он продолжает размышлять на эту тему. Слово «стыхотворение», кстати, переводят здесь еврейское слово «мехтам», название жанра, которое мы не знаем, как на самом деле переводить. Итак, прежде чем комментировать, я прочитываю псалом целиком, как вы уже знаете. «Храни меня, Бог, у Тебя я защиту ищу. Скажу Господу, Ты мой владыка, и нет мне иного блага, кроме Тебя. А божества этой земли великолепны и вожделенны для всех, но пусть умножатся скорби у тех, кто к Богу иному бежит. Не участник я их возлияния жертв, их имён не помянут мои уста. Господь, моё достояние, чаша моя, в Твоих руках жребий мой, мне выпал прекрасный надел, и приятны мне владения мои. «Слава Господу! Он вразумляет меня. Даже ночью в душе наставление звучит. Всегда вижу я Господа перед собой, Он рядом, и я не упаду. Моё сердце ликует, радуется душа и спокойно тело, мне нечего бояться. Ты не оставишь меня в Шиоле, в мире мёртвых, не дашь праведнику увидеть мир тлена. Ты путь жизни укажешь мне с Тобою, насыщусь радостью, блаженство вечное в деснице Твоей». Вот предыдущий Псалом, он как будто говорил, человек по отношению к другому человеку проявляет свою праведность. А 15-й Псалом говорит, праведник – это тот, кто вступает в верные отношения с Богом. «Нет мне иного блага, кроме тебя. Есть божества другие, божества этой земли, да, то есть те, которые в этом мире чтутся богами. И кто к ним бежит, пусть у них умножится скорби, а я не участник в их жертвоприношениях». И дальше, вот что такое Бог для человека? Абстрактная идея, строгий такой воспитатель, который строго наказывает за любые провинности, политическое знамя, под которым собираются для того, чтобы вести там боевые действия, утверждать свою истину, что-то ещё. «Господь моё достояние и чаша моя, моё достояние – то, что у меня есть». Вот из всего, что мне есть, самое главное – это Господь, говорит псалмопевец, «и чаша моя, то, из чего я пью. Вот что бы ни приходило ко мне, я воспринимаю это от Господа, как я из своей чаши пью любой напиток, да, и вот из неё именно его принимаю. В твоих руках жребий мой, то есть ты даёшь мне то, что я получаю, жребий – то, что выпадают, да. Мне выпал прекрасный, надел приятное мне владение мое, и то, что я от тебя получаю, всё это очень хорошо. То есть ты всё в моей жизни, как потом напишет Борис Пастернак, «ты значил всё в моей судьбе». Вот ровно это и сказано, просто немножко другими словами. «Господь вразумляет меня, даже ночью звучит его наставление, всегда я вижу Господа, пред Собой он рядом, и я не упаду, моё сердце ликует, радуется душа, спокойно тело». То есть его присутствие в этой жизни – это, в общем, то, что и составляет эту жизнь. «Ты не оставишь меня в Шиоле, в мире мёртвых, не дашь праведнику увидеть мир тлена». Потом эти слова будут пониматься как пророчество воскресения Христа, но речь идет о том, что когда ты живёшь с Богом, то смерти нету. Это касается не только, наверное, физического воскресения, но и вообще того, что человек, оставаясь с Богом, не может быть в смерти, не может быть вот в этом мире тления, погибели, распада. «С тобою насыщись радостью, блаженство вечное в деснице твоей». То есть это псалом о том, что, собственно, быть с Богом – это и есть жизнь для праведника. Вот предыдущие 14-е он говорил, каковы признаки того, что человек праведен, и это было про внешнее поведение человека и про его честность с самим собой, потому что очень многие люди лицемерят и лукавят. А здесь вот для этого праведника что означает быть с Богом? И вот это описано как такое глубокое внутреннее единство, когда всё остальное – это всего лишь вот некоторые внешние обстоятельства этого пребывания внутри единства с Богом. Ну, а что по отношению к окружающим, особенно к проблемам, которые вовне, об этом будет сказано в следующем 16-м псалме. Субтитры подогнал «Симон»